Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 кто у нас находится в зуме непосредственно у нас еще там в контакте тоже преданные подключились в контакте в телеграмме Харе Кришна всем преданные всех рады видеть так ну что какие мы сегодня темы будем рассматривать о чем мы поговорим сегодня да Льва Сундури Харе Кришна Харе Кришна Нахарадж вы мне позволите я всегда волнуюсь поэтому я записала вопрос и прочитаю его хорошо конечно это самый нормальный способ хорошо то мысли путаются я боюсь занимать внимание а мне так спокойнее будет вот вопрос по воспеванию святого имени мы должны учиться слушать его и как тогда встать на путь правильного слушания ведь мы в большей части слышим при воспевании звуки своего собственного ума или же происходит другая история она больше связана с достижением например отчитать то самое количество кругов несмотря ни на что потом еще я заметила что всплывают не только негативные анардхи но и позитивные то есть приходит ощущение благости ну как вот вариант да и ум как бы он тоже на них подсаживается и получается что это не все истинная цель воспевания я правильно понимаю что не нужно ничего представлять не додумывать себе ничего а просто слушать как будто я пришла на Даршин к самому Господу и научиться ждать терпеливо и как Арджуна направлять свое внимание на птицу когда их обучал дрон о стрельбе из лука и еще что только общение с преданными может по-настоящему взрастить веру в святое имя вот прошу очень замечательный вопрос потому что он находится в рамках непосредственно нашей духовной практики в рамках нашей духовной практики и с этого так сказать все начинается все происходит и этим скажем так если так можно сказать заканчивается потому что этот путь он на самом деле он никогда не закончится он всегда всегда длиной вечной скажем так очень часто говорят такое выражение длиной вечной то есть это всегда потому что это относится к взаимоотношениям вчера как раз по-моему или позавчера Абадут Махараш он давал лекцию он ну очень такой момент очень правильно заметил что в конечном итоге мы должны прийти к непрестанному успеванию но мало кто способен на это то есть молитвенные жизни это ну удел каких-то душ которые либо в прошлой жизни уже пришли к этому либо милость какую-то обрели вот но так или иначе это есть идеал всегда то есть идеал который находится так сказать над нашей головой и идеал заключается не не в том поэтому иногда говорится что мы не говорим на каком-то этапе что мы повторяем мантру мы говорим что мы воспеваем святое имя или внимаем святому имени или общаемся со святым именем потому что на каком-то этапе а иногда вообще об этом даже не говорят потому что в конечном итоге мы должны прийти к общению с верховной личностью то есть воспевание оно приводит к этому общению как это будет происходить будет общение это зависит от индивидуальной души то есть от ее индивидуальной сварупы то есть кто душа и наших взаимоотношений с Богом эти отношения они тоже индивидуальны то есть и мы рано или поздно должны все прийти к этому состоянию и это ну скажем наш конечный идеал и он будет заключаться в том что это будут отношения построены на любви и как в этом мире мы строим отношения с различными существами и хотим чтобы эти отношения были построены на любви точно так же живое существо оно выстраивает взаимоотношения но с верховной личностью через воспевание но сначала сначала из-за того что у нас очень многочисленные привязанности к этому миру то есть мы уже бесчисленное количество жизней живем в этом мире набрали очень огромное количество но самскар то есть привычек неких или привычки могут быть материальные могут быть негативные могут быть благостные анархи различные которые нежелательное что-то явно нежелательное для воспевания то что нас окружает и поэтому вначале говорится что мы повторяем повторяем мантру то есть или повторяем маха мантру потому что мантра иногда относят к гайатре мантру то есть к различным гайатре мантру которые имеют немножко другой аспект не другой аспект они ведут к тому же аспекту но на каждом этапе они тоже имеют свое такое скажем специфическое воздействие вот и когда у наших учителей спрашивают или спрашивали по поводу того о чем думать в момент воспевания представлять Кришну представлять наши взаимоотношения с ним или еще что-то наши учителя они всегда отвечали что не нужно ничего представлять то есть не нужно создавать Кришну в лаборатории своего ума потому что в конечном итоге наш ум особенно в данный момент времени он материалистичен то есть имеет материалистичную природу и поэтому он материалистичный ум он основан на эгоизме на ложном эгоизме поэтому соответственно все что мы будем в своем уме придумывать проецировать это все будет некое ложное и поэтому нам говорят что святое имя а святое имя это и есть Господь оно не сходит или он не сходит и он не сходит так как он пожелает то есть по собственному желанию то есть и наша задача это находиться находиться скажем так на берегу на берегу ожидая того когда он не зайдет и это ну мы можем сказать ну тогда я буду сидеть дома там целый день не выходить буду успевать потому что ничем ну нехать больше заниматься в принципе тоже такой вариант для особо продвинутых он вполне возможен но для очень редких душ которые могут заниматься непосредственно баджами то есть баджин это подразумевает что живое существование оно общается с Богом и оно скорее всего не проявляется на начальных стадиях скорее это как некое такое фрагментарное проявление может как милость гуру вайшнавов и господ то есть исключительно ну еще называют этот период цаха-мая цаха-мая это такой начальный самый период когда ну такое выражение можно сказать что на халяву все дается а на самом деле это милость Господа просто поначалу Господь к нам относится как к маленьким детям и к детям особый спрос то есть их не спрашивают так как со взрослых соответственно Господь может явить себя какое-то мгновение ну в зависимости от наших отношений и это нужно для того чтобы мы ну не просто поверили а чтобы мы уверовали в этот путь самое главное не просто верить вера это хорошо на самом деле верить мы должны уверовать вера это такое незыблемое состояние то есть уверенность или нишсха то есть называется нишсха но этот период тоже начинается после такого периода как анардханеврити то есть анардханеврити это освобождение от всего нежелательного вот ему предшествует соответственно этому периоду непосредственно посвящение посвящение ученика в духовную практику учителям а до этого до этого периода существует поиск пока душа она ищет душа ищет есть какая-то зачаточная вера когда человек он понимает что этот мир он в принципе бессмысленен и живому существу ему приходит вдохновение что есть некая совершенно другая область бытия некая другая сфера которая она может существовать и это очень-очень такое интуитивно подсознательно как бы проявлено но человек он чувствует что он идет в верном направлении с этого момента он начинает молиться каким-то образом как умеет господ общаться как умеет искать ходит в церкви в мечети какие-то места где встречаются духовные люди или якобы духовные люди но в зависимости от удачи живого существа от духовной удачи он попадает в различные ситуации и он ищет ищет вот этой интуиции в конце концов он понимает что это очень тяжело на самом деле просто ходить и он начинает еще молиться очень усердно в своем сердце чтобы господь направил его на путь на встречу с духовным учителем человек молится иногда это быстро происходит иногда много лет происходит по-разному в зависимости от индивидуальности и потом в зависимости от нашей искренности господь он нас направляет и все встречают своего ура если человек хочет быть обманут или он ищет компромиссы скажем так вот хорошо было так чтобы в этом мире у меня все было нормально как бы и чтобы на духовном плане было нормально как правило как правило такое тоже возможно но как правило тот кто искренен он не принимает что эти богатства они нужны для его наслаждения а он просто их задействует эта личность она просто задействует служение господа если же желание вот такое как раз искаженное то есть когда человек на самом деле хочет удовлетворить свои чувства и в то же время он не хочет отделяться от господа соответственно ему придет помощь свыше именно такого такого рода то есть придет учитель который научит его и наслаждаться и так сказать пробовать богу служить но как правило это не работает потому что еще Иисус Христос сказал не можете одновременно служить и богу и мамоне хотя этот материальный мир он весь на этом построен в принципе поэтому это не называют в нашей традиции духовным путем это называют религиозностью то есть религии религия просто религия или дхарма она имеет очень много значения слова но религию иногда рассматривают как духовность но в большей степени религиозность она в этом мире проявлена именно в категории что человек он приходит в церковь или в храм и он у господа что-то просит чтобы здоровье было крепкое чтобы счастье было чтобы дети здоровые побольше детей вторую половину найти люди обращаются к разным к разным так сказать вариациям к экстракценсам к психологам и везде люди находят своего гуру именно в той области самообмана или искреннего самообмана но все находят свой путь но мы должны всегда понимать что есть идеал есть идеал есть то где мы находимся по отношению к идеалу и есть путь поэтому мы должны всегда мы очень часто говорим что когда встречаемся с основанными людьми что первое что мы должны это выяснить каков идеал идеал данной данной традиции или данной парампоры или данной группы людей которые что-то исповедуют и по тому что они исповедуют мы можем понять стоит нам вообще здесь находиться или не стоит терять времени потому что самое дорогое у нас это время вот и когда человек он находит своего гуру он не стоит вопрос интеллектуального размышления по поводу мой гуру это или не мой гуру приходит это как некий такой некое очевидное понимание то есть некое очевидное понимание что это мой гуру я должен или должна посвятить этой реальности всю свою жизнь потому что когда человек он принимает гуру он фактически он предается предается определенным наставлениям определенным пути в определенном в определенном умонастроении и он начинает практиковать и мы еще раз повторимся что когда нашего гуру спрашивали какова цель вашего духовного пути гуру он всегда говорил что наша цель это чистая бахти и чистая бахти она переводится так же гуру говорил постоянно что чистая бахти это то что мы хотим служить господу просто потому что он прекрасен мы хотим научиться делать это с любовью на самом деле это абсолютное понимание и оно находится в писаниях и наставлениях наших учителей и Шива Бахтина такуру он в своей книге Татва Вивека распознавание истины он начинает с того начинает что каждая душа на самом деле все души ищут одного и того все абсолютно души и Гурдеф он просто вкратце это сформулировал что мы хотим отношений построенных на любви но в этом мире эти отношения возможны возможны только в одном случае если отношения с господом налажены и все отношения построенные на любви они возможны если в центре стоит господь мы можем развить отношения со всеми живыми существами, основанными на любви, только в этом случае. Если Господа из этой убрать, из этого, то не получится ничего. То есть ошибка, допущенная в начале уравнения, как бы мы правильное действие остальные не совершали, она все равно придет к неправильному, так сказать, результату. И вот эта цель, она не будет достигнута. Поэтому мы должны это понимать, знать, вот. И с этим умностроением мы вступаем в отношение с Садху или с Гуру, который дает нам посвящение некую традицию. В нашем случае наша традиция относится к Гуру Парампари, который идет от Господа Брамы, то есть от Господа Кришны через Господа Браму, через Нарадамуни и других учителей, доходит через Мадава Ачаря и Мадхавенда Рапури до Господа Читания, через Ишвара Пури, потом переходит к Шести Гагаслами Вриндавана, народу ему даст Ишвара Натхава Чикаравати, Баладея Ведепхушина. И учителям нашим нынешним, которые жили не так давно в этом мире, это Шива Джиганатха, Дазбабаджи, Гару Кишор, Дазбабаджи, Шива Бахтинод, Такур, Кусистан, Срасвай, Такур, Шива Шидара Махараджи, Гавинда Махараджи, Шива Прабхупада, Бахтинод, Ишвара Натхава, это все вот наши учителя и все они транслируют вот эту идею, абсолютной любви во взаимоотношениях с Господом и со всеми остальными окружающими живыми существами. И в этом наши удачи. И вот они дают нам практику, практику, которая начинается как раз с процесса анартханеурити, то есть очищения. Это вот ваш вопрос именно вот от этого. Ну, просто нужно к этому к этому вопросу подойти ну, со всех сторон, потому что это очень важный вопрос, потому что если мы не научимся этой практике, то практически все остальное оно тоже будет иметь искажение. Поэтому мы не можем не уделить этому внимания самое основное, потому что эта практика, она она существовала всегда, но на ней она особенно предназначена для века кали-юги, для века деградации, ее приносит Господь читания Махапрабула, то есть Господь, который проникнут настроением сострадания и его вдохновение в том, чтобы спасать других живых существ. И он приносит эту самую простую практику, потому что люди живут мало, жизнь коротка, и он, когда был в этом мире, он всегда повторял эту мантру что век кали-юги, век здоровья и дома и нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, как воспитание И эта мантра Харирнама, она очень древняя, то есть она ведическая, это ведическая мантра, и веды они просто так устроены, что если они говорят что-то один раз, то нужно принять это как руководство к действию. Но если веды говорят два раза что-то, то это нужно принять как абсолютное руководство к действию. Если же говорят три раза подряд особенно, то это некий нонсенс, то есть веды очень категорично это настаивают, и мы можем в это верить, можем не верить, но единственный способ проверить это – практиковать. И на каждом этапе нам будет открываться все очень по-разному. И первый этап, когда мы соприкасаемся с духовной практикой, то есть опять же повторимся, что наши учителя, они всегда говорили, что не нужно ничего воображать, ничего думать, нужно совершить жертвоприношение. Высочайшее жертвоприношение заключается в том, что мы должны пожертвовать свой ум, то есть ум, потому что вся наша жизнь, вся наша деятельность, она начинается в уме. То есть все выходит из ума, то есть сначала приходит какая-то идея, какая-то мысль, или мы смотрим какую-то рекламу или еще что-то, какое-то кино нас вдохновляет, какие-то вещи, которые происходят или которые транслируют определенные личности. И, соответственно, мы потом начинаем жить в соответствии с этой системой ценностей. И, соответственно, мы живем, 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 потом, так сказать, доходим до момента старости, болезни, смерти, и у нас какие-то желания остаются. И наша медитация, она, эта мысль, ум наш переносит нас в следующую жизнь. То есть в соответствии с нашим желанием мы получаем новое тело. То есть это может быть опять тело человека, там, мужчины, женщины, может быть, животного, может быть, насекомого, ну, кого угодно, растения, может быть. И таким образом живые существа, они странствуют. И поэтому, если мы хоть до какой-то степени приняли этот момент, хотя бы теоретически, что вся деятельность и все, что происходит в этом мире, она зарождается в уме, то мы поймем, что первое, что нужно пожертвовать, это пожертвовать свой ум. То есть на какой-то момент, ну, просто попробовать не думать. Вот, и вот если у нас получается в момент повторения мантры или воспевания не думать, не думать, в этот момент времени мы даем возможность Господу, Господу, ну, или, как некоторые говорят, высшей силе, да, ну, это не совсем правильное выражение высшая сила, потому что это сам Господь, который выделен определенными энергиями, Он через свои энергии входит в наше сознание, и Он может явить нам некое откровение. Вот, и это откровение, оно всегда будет индивидуально. Не то, что там, мне такое пришло откровение, там, кому-то такое же должно прийти, и этому такое же, все одинаково, такого не будет. Мы все индивидуальные души, и каждый получит свой собственный непосредственно мистический или духовный опыт. И вот, ну, в основном все традиции, они настаивают на этом, что каждый должен обрести вот этот духовный опыт, свой собственный неповторимый духовный опыт. Если у нас этого опыта нету, то у нас не будет вот этого фактора уверенности. То есть, а уверенность – это самое главное, то есть, не просто вера, а именно вот уверенность, что мы вот уверовали наконец-то, да, то есть, вот когда мы начинаем вот жить в категории уверования, то есть, мы видим, что на самом деле… А вера – это когда мы непосредственно соприкасаемся с трансцендентной реальностью, мы понимаем, что этот мир существует. До тех пор, пока мы с ним не соприкоснулись, с этим миром, ну, все может быть некими эмоциями, сентиментами, фантазиями, да. Это, ну, до какой-то степени мы, конечно, будем вдохновляться, получать энергию от святых, то есть, от святых личностей или людей, которые практикуют, у которых, ну, уже есть какой-то опыт. До какой-то степени они будут делиться с нами. Но в конечном итоге мы тоже должны получить этот духовный опыт. Абсолютно все. Но пока мы думаем о чем-то другом, пока наш ум, внимание, сосредоточен на чем-то другом, мы находимся в другом месте, мы не на берегу. Понимаете, в чем дело? Мы где-то в другом месте. Но берег – это значит, вот, концентрация. То есть, мы слушаем Святое Имя, то есть, слушаем, слушаем, слушаем. И это не то, что там это произойдет за один раз или там очень быстро. Сначала, ну, наше сознание, оно начинает очищаться от пыли. От пыли ум наш очищается. То есть, даже если мы не можем сразу же сконцентрироваться на этом звуке, если мы не можем, да, ну, сосредоточиться на этом, сначала эффект происходит такой, что наше сознание, оно очищается от этих вот, ну, как компьютеров, от вирусных файлов. Мы включаем, ну, вот этот, не воспевание Святого Имени, а включаем повторение мантры. И это работает, как вот антивирус в компьютере. То есть, он постепенно, постепенно, ну, удаляет из нас вот эти вирусные файлы сиюминутных и устойчивых желаний, как говорит Силушидар Махараш. То есть, в нашем сознании вот гнездятся вот эти сиюминутные и устойчивые желания, которые, ну, заставляют нас двигаться по этому миру. Мы туда побежали, сюда побежали. И раз уже и старость кого пришла, и уже поздно, поздно работать. А в старости очень тяжело уже на этом концентрироваться, потому что ум, он все больше в состоянии невежества улучшается из-за, ну, зашлакованности тела, из-за болезней различных, депрессии. То есть, практически невозможно. Поэтому пожилые люди или старые люди, они могут практиковать духовную жизнь, но уже как бы по причине того, что они как бы уже имеют какой-то опыт, научились. И, как это бывает, даже такое, что в нем еще познается благодать Божия. Потому что, когда человек понял принцип, принцип, что все приходит не по нашим усилиям, не нашими, так сказать, упорным трудом, а приходит по милости. Хотя труд необходим, но приходит все по милости Господа. То есть, когда он захочет, тогда что-то происходит с живым существом. И это очень важно. Важно это понять, что сначала вот эта первая стадия, она идет связана как раз с очищением вот от этого всего. И практикуя день за днем, то есть не нужно, может быть, сразу там рваться много, повторять. Нужно повторять столько, сколько мы можем. Во-первых, нам говорят минимум 4 круга, да, но если у нас нет какой-то занятости очень большой, то надо минимум 16 кругов повторять. Вот, если возможно, то больше. Вот, и мы практикуем день за днем, практикуем там месяц, два, годы. Вот, и мы набираемся духовного опыта. Вот, и на этой стадии там, ну, когда мы освобождаемся от этих вот вирусных файлов, семиминутных устойчивых желаний, приходит следующая стадия, стадия освобождения. То есть освобождение, оно подразумевает, что это три составляющие. Атхиатмика, адхибаутика, адхидайвика. То есть адхиатмика – это страдания, которые мы сами себе причиняем. То есть это наше тело, наша психика, то есть болезни наши, которые мы соприкасаемся. Мы от всего этого зависимы. Второе – это адхибаутика. Это страдания, которые нам другие живые существа причиняют, там, либо люди, либо такие насекомые, животные. И адхидайвика – это страдания, которые причиняют нам высшие силы. То есть это на личностном плане – это боги вселенной, а на внешнем проявлении – это какие-то катастрофы, какие-то стихийные бедствия. Вот, например, вчера посмотрели там в интернете, там на Мацесте, там смерч поднялся, один на Мацесте, один в Гаграх. Ну и там затопило людей очень сильно, на самом деле, машины с крышей были покрыты. В Гаграх там дома уплыли, в общем, дорогу смыла часть дороги, автомобильная, там железная дорога тоже затронута. То есть вот это стихийное бедствие адхидайвика. Вот, и вот это три вида страданий, которые мы испытываем в этом мире – адхиатмика, адхидайвика, адхибаотика. И вот, когда живость, что оно практикует, духовную жизнь, оно в какой-то момент времени освобождается от этих страданий. То есть оно становится, он может находиться, продолжать находиться в этом мире, но оно от них не зависит. Это, может быть, трудно понять, пока мы не в этом состоянии, но, в принципе, это очевидная вещь, потому что, ну, человек, который живет духовной жизнью, он говорит, ну, все по милости. И он может увидеть даже, что в неких таких катаклизмах и каких-то страданиях с внешней точки зрения кроется величайшее благо. И у меня один друг есть, он жил в свое время в горах, и там, у них, говорит, какое-то несколько лет назад было, началось землетрясение, и сель пошел. И он говорит, странное дело, ну, все кругом бежали, боялись, а у меня какая-то радость такая в сердце была, я прям радовался, что все это происходит, можно. И он говорит, радость произошла потому, что, говорит, я в этот момент начал очень так молиться Господа, прямо чувствовал его присутствие во всем. И говорит, ну, радостно убегали от этого селя. Вот такая история произошла. То есть преданные, они находящиеся вот на этой стадии освобождения, они все воспринимают как милость Господа, и поэтому в этом случае даже смерть, она имеет некий позитивный характер, потому что животное, что оно понимает, что жизнь, смерть, все по воле Господа. И ко всему прочему преданные, они осознают то, что со смертью ничего не кончается, а есть вероятность, что начнется все даже с более какой-то позитивной ноты, особенно если мы оставляем это тело в неком духовном состоянии, воспевая святое имя. И есть вероятность, что больше никогда не вернуться в этот материальный мир, навсегда уйти в духовные миры, Гавоку Вриндаун или Вайкунфа, но просто это зависит от того, от готовности. И когда живое существо достигает освобождения, оно начинает вообще понимать очень здраво и видеть его восприятие, оно становится таким, что оно понимает, кто я, то есть живое существо понимает про себя, кем оно является, оно понимает, что из себя окружающий мир представляет, что окружающие живые существа из себя представляют. Он понимает, откуда весь этот мир взялся, понимает, что этот мир, это не что-то безличное, а этот мир пришел от личности, от конкретной личности, которая просто безграничной энергии. Вот я понимаю, что с этой личностью у него есть у живого существа взаимоотношения, и эти отношения начинают развиваться. И это повторение святого имени, оно уходит, повторение мантры уходит, на его смену приходит общение, общение со святым именем. То есть это общение с Богом, то есть человек, он общается и реально понимает, что святым именем и Господь – это одна и та же реальность, одна и та же личность, просто являющаяся проявленным образом. Таким образом, живое существо, оно проходит все эти этапы, но мы всегда говорим, что мы находимся очень далеко от этих идеалов. Вот это у нас, скорее всего, есть фрагментарный опыт общения с этим. Почему мы далеки, мы скажем, потому что Шилашидар Махараш и наша группа Рампара всегда говорили, что подлинность определяется непрерывностью. То есть когда мы непрерывно находимся в этом состоянии освобождения, непрерывном состоянии памятования о Господе, то есть всегда помню, о нем никогда не забываем, тогда можно говорить о какой-то до конца, что живое существо, оно в каком-то моменте уже находится на заключительном этапе своего, так сказать, земного существования и духовной практики, рядом с переходом в трансцендентную реальность. И вот таким образом происходит. Но из-за того, что мы не находимся на этом пути, потому что основной принцип, ну, вообще, живое существо, когда практикует эту духовную практику, воспевание святого имени, основной принцип – это находиться в умонастроении служения, в севен-мухте. То есть мы должны развить в себе умонастроение служения. То есть пока у нас этого умонастроения нету, мы будем находиться либо на стадии эксплуатации, то есть когда мы культивируем наслаждение этим материальным миром, либо на стадии отречения. Обычно живое существо устав эксплуатировать и получив какую-то долю страданий за свои наслаждения в этом мире, оно хочет отречься от этого мира. И, в принципе, очень многие традиции как раз путают духовность с отречением. Потому что отречение не есть духовность на самом деле. Это другая форма эксплуатации, просто с другим знаком. Поэтому отрекаться бессмысленно. Даже не отречься, а занять себя позитивной деятельностью, то есть позитивным служением. Но не в рамках корысти, что я для себя живу и работаю в этом мире в рамках рождения своих чувств, а в рамках служения. И вот если мы перешли на эту стадию, то тогда мы увидим, что такое подлинное счастье. Потому что душа, она счастлива, находясь в категории отдавания. То есть когда живое существо отдает, и на самом деле осознанно или подсознательно все живое существо, они находятся в этом. Потому что все кому-то служат. Детям служат, родителям служат, работникам служат, работодателю служат, чувствам своим служат. Все живые существа кому-то служат. Это просто естественное состояние живого существа. Кому-то служить, отдавать свою энергию. И из этого на самом деле все испытывают наибольшее счастье. У нас часто такой пример приводится. Какой самый такой популярный праздник? И ответ такой, что на самом деле, скорее всего, Новый год в нашей российской действительности. Новый год самый такой популярный праздник. Но в этот Новый год что принято вообще? Я не знаю, как. Сейчас, но с детства привыкли, что это подарки. И на самом деле больше испытывают счастье тот, кто дарит подарки, а не тот, кто получает. Из этого мы можем до какой-то степени хотя бы интуитивно понять, что наша природа находится в категории служения, отдавания. Причем бескорыстного. То есть, когда мы отдаем чего-то и не желаем ничего взамен, тогда мы можем испытать некое соприкосновение с подданным счастьем. Потому что мы живые существа. Мы энергия. То есть, наше предназначение – это служить, отдавать. Мы не можем понять, кому отдавать. Потому что нас постоянно обманывают. Вот мы отдаем кому-то энергию свою, и нас постоянно разводят, и мы разочаровываемся, и обескураживаемся этим процессом. И поэтому мы должны понять, в первую очередь, что переварить все наши подарки может только Господь. Все остальные живые существа тоже хотят отдавать. Поэтому нужно отдавать исключительно в ту сторону. Тогда мы сможем соприкоснуться. И наш гуру, Шушидар Махараш, он очень часто говорил, что нужно научиться отдавать хотя бы мусор. То есть, начать просто, что наша материальная природа действует вот так, а мы должны вот так вот действовать. Раздавать и не думать о том, что мы там что-то потеряем. Думать, а вот нам не ответят взаимности или еще что-то. Просто единственное, что в какой-то момент времени мы поймем, что нужно всегда думать, кому отдавать. Чтобы наша отдача не была бесполезной. Потому что, скажем, мы отдадим какому-то алкоголику из страдания. Он там напьется, потом своего собутыльника убьет или еще что-то. Мы с ним его негативную карму разделим. Поэтому тут очень важный момент, как правильно делать пожертвовать, кому жертвовать. Но смысл, мы в конце концов придем, что самое главное на самом деле, самое главное жертвоприношение, это если мы сами научимся пожертвовать в свой ум, научимся, получим подлинную собственную реализацию воспривания святого имени, соприкосновение с мирным служением и сможем об этом рассказать другим людям. То есть самое большое жертвоприношение. Поэтому нам необходимо общество всегда, то есть общество преданных, в обществе которых мы можем друг друга поддерживать. Потому что на нашем уровне, у нас очень сильно работает момент, один в поле не воя. Человеку очень сложно бороться со своим собственным ложным восприятием мира. Еще если поток ложного восприятия постоянно у нас падает через различные средства массовой информации, через различные рекламы, через просто жизнь там, где-то мы пройдем по улице, нас может много что смутить. Но если мы изменим свое сознание, мы увидим, что все имеет место быть, все предназначено для чего-то. И майя, она тоже предназначена для чего-то, на самом деле. Майя, ее задача искушать, стягивать живых существ. И также у нее задача проверять живых существ. Она проверяет разными способами. И когда живое существо, оно проходит все экзамены, испытания различные, майя, она передает нас в высший мир Господу и его подопечным. Хария Кришна. Ну вот такой вопрос, он просто один из таких наших любимых, потому что это наша основа, середина и конец. И поэтому так долгое время он занял ответ. Но хотелось просто обстоятельно рассказать. Хария Кришна. Спасибо, Махараджи. Спасибо, Хария Кришна. Алина, Сундери, это у вас какие-то гости, да? Или вы на работе где-то? Мои поклоны, Махараджи. Да, это мне, знаете, как вы-то, в Простоквашино. Вашу маму и там, и тут показывают. Сейчас я зашла, а девочка, это вот у меня девочка-косметолог, работает здесь рядышком, уже мой друг, ранее обратившийся ко мне за помощью, сейчас уже ставший другом Наталья Алексеевна. Вот. И это, я захожу, они, в общем, делают процедуру, слушают вас. Сейчас вот они закончили процедуру, я на живую встречу их пригласила сразу. А вот, так что вот так. Много вопросов, и девочек, не знаю, решаться, не решаться, задать. Можно записывать. Много вопросов на самом деле. Вот даже как служить, практиковать. Что это значит? Ну, хорошо, немножко зависла связь. Как служить? Да, как служить? Нет, как практиковать. А, что практиковать, с чего начать, да? Да. Ждем, наверное, интернет плохой, поэтому подождем немножечко. Махарадж, микрофон у вас выключен. Алло, алло, слышно? Да, да, да. Да, это, извиняюсь, у нас в связи интернета, это самое, от шоу от меня. Ну, вот такой вот вопрос возник. С чего начинать, как начинать практиковать? Вот, слушают ваши лекции, очень много вопросов возникает. Ну, вот, пожалуй, вот, наверное, вот такой, да, вот, с чего начинать лучше всего. Кто спрашивает? Ищущие души. Наталья Алексеевна спрашивает. И вот, я сейчас вышла. Ну, в общем, мои дела начинать. Просто что-то прерывается, это самый голос. Но, хорошо, я понял, в общем, с чего начинать, правильно? Да. Начинать самое главное, ну, с общения. То есть, вот, если мы чувствуем, что нас движет в каком-то направлении, то есть, вот, наше вдохновение где-то там, мы должны, соответственно, как можно больше, ну, это просто будет даже естественным образом общение и, ну, сначала, как это говорится, сбор информации. Вот, сначала мы должны собрать информацию. То есть, вообще, если нас что-то вдохновляет, мы должны собрать, ну, какое-то знание, получить какое-то первичное. Скажем так, поэтому это можно просто общаться, можно какие-то лекции слушать, можно книги начать читать. Ну, книги-то лучше всего. Это «Бхагавад-гиту», ну, такое основное наше писание. Ну, у нас есть другие книги, там, «Шигура, его милость, поиск Шришна, прекрасная реальность». Ну, и потом нужно найти просто, у нас есть пять книг, допустим, и в этих пяти книгах, в каждой книге, ну, они одного автора, но разная подача для разного, ну, для разных людей, там, скажем, людей, которые такие больше интеллектуальные, ученые, им нужна, там, скажем, субъективная эволюция сознания. Вот. Людей, которые любят такой непосредственный путь души, допустим, им хорошо книга «Любовный поиск потерянного слуги». Вот. Для тех, кто непосредственно хочет найти Бога, тот, тому нужно поиск Шришны прекрасной реальности. Вот. Для того, кто ищет, ну, какое-то обучение, ну, в принципе, это, вот, Шигуру его милость, она всем можно понять, кто такой гуру, как это проявляется в этом мире. Вот. И есть такая книга, которая рассказывает истории о Господе, и там же также Шикшаш, так, одни из нам наставлений, ну, таких важных наставлений. Эта книга называется «Золотой вулкан божественной любви». Вот. Это вот у нас пять книг таких основных. Они небольшие, но просто если говорить, с чего начать, вот эти пять книг. Потом у нас есть «Шиши Прапана Дживанамри». Там она такая, может быть, ну, говорится, тоже она для первого класса, для средней школы, для университета. То есть такая книга универсальная, как и «Боговагнита». Ну, есть книги у нас «Шримад Багва», там, это многотомник. Есть «Читание Чиритамри», это тоже многотомник. Ну, к ним надо тоже, ну, постепенно прийти. Поэтому лучше всего, наверное, начать с «Боговагнита» и вот, ну, скажем, книга «Поисше Шикришна прекрасной реальности». Вот эти книги. Ну, и общаться, вот, там, как-то вы, вы, кто, как кому приходитесь, вот, вместе? Это вы сотрудники или родственники? Я второй, сколько, третий год, наверное, прихожу к Наташе на дыхание, на ребёрфинговое дыхание и беседы мы с ней проводим. Вот, мне очень интересно, да, на беседы. Вот, ну, в общем, меня это очень сильно увлекло. Вот, вот, я в этом году, в этом году начала читать книги Лапсанга, может быть, знаете, такой тибетский писатель Лапсанг Рампа. Вот, он тоже, это самое, мистик, и у него, ну, он с 7 лет, с 7 лет отдан был в монастырь. В общем, короче говоря, я как-то немножко приближаюсь потихоньку вот к этой, ну, как сказать, к ведической вере, да, к ведическому настрою. Вот, потому что Лапсанг Рампа, это всё равно, это буддизм, а мне вот именно вот хочется, меня заинтересовывает вот ведическая наша, историческая вера славянская. Вот, так что вот я слушаю Наташу пока что и слушаю ваши, она мне поскидывала очень много этих самых ваших видеозаписей, я их слушаю постоянно. Вот, и читаю сейчас, она мне дала книжку «Ведическое мировоззрение». Вот, скажи, это один, это наша Ачария русской, русской миссии, и это его книга, как бы, вот как раз для начинающих, вот, кстати, её вот с этой книги лучше всего начинать, это уже начало. Вот с этого «Ведического», да? Да, да, «Ведическое мировоззрение», там просто все, обо всём понемножку сразу рассказывают, вот, а потом перейдёте как раз в «Поящие Кришны», прекрасной реальности и вот «Боговатника». Ага, вот, вот, вот. Очень ждём, когда вы к нам приедете. У меня, у меня внук 11 лет, он тоже, тоже прислушивается ко всему этому, вот, и тоже участвует в беседах с Наташей, тоже его очень всё это заинтересовывает, поэтому мы вот, мы вас ждём, он себя спрашивает, когда приедет Наташа-н-гуру? Ну, приедем, мы не собираемся, ну, пока получится ли у нас в конце июня выехать, мы пока не знаем, вот, но скорее всего, ну, поедем, в общем, мы когда-то в июле-в августе должны будем ехать, мы собираемся сделать тур такой большой, поэтому заедем к вам. Будем очень рады, будем очень ждать вас. очень. Приедем. А так, конечно, я слушаю ещё, и у меня там Наташа скинула ещё других этих самых... махавир махараджа, я поскидывала, думаю, может быть, стили разные, подачи у вас немножко разные, потом, может быть, ещё... махавир махараджа обязательно скиньте. Махавир махараджа можно до Оли тоже не скиньте. Вот ещё Наташа сказала, что чтобы понять вот эту книжку, да, Пхават Гиту, вот, нужно посмотреть вот эти все серии. Махавир посоветовала посмотреть, чтобы познакомиться с героями. Он как бы в документальном, в художественном стиле рассказана история, вот, но зато будут известны герои именно, чтобы разобраться лучше. Да, я порекомендую Авадуту Махараджа послушать. Вот. Авадут Махарадж Ачария нашей миссии здесь, в нашем, так сказать, регионе. Мы его помощники, скажем так. Так что, послушайте. А мы приедем, встретимся. Так, ну что, еще, может быть, какие-то вопросы есть? Вы тоже можете задавать какие-то вопросы здесь. У нас здесь просто уже собралась группа преданных, которые уже готовятся к карате. «Новадлиб» Да, списывается у меня, что интересно. Моралитхар, Яга. Песиана, Герас, Шелпер. Преписно. Так, ну что, дорогие преданные, есть еще какие-то вопросы? Если нет никаких вопросов, мы тогда будем закрывать нашу, так сказать, трансляцию, переходить к карате. Все, да, Лива Сундре, вы сегодня главная? Мы с Налиной Даси сегодня, организатором. Никто не хочет поднять руку, никто не хочет задать вопросы. А, Махараш, последние минуты у нас, да? Ну вот про Махамантру Наталья Алексеевна спрашивает, нужно ли говорить, повторять Махамантру или дождаться Вашей встречи с Вами? Я ее буквально только вчера услышала. И вообще за нее только-только узнала. Махамантру благоприятно повторять, начинать повторять тогда, когда вы о ней узнали. Вот. Потому что сама Махамантра вас будет потом вести. Просто единственное, что до инициации Махамантра, она сравнивается с подготовкой почвы. А когда инициация происходит, то это сравнивается с посевом семечка. Потому что семечка, вот это вот растение Бахти, оно будет постепенно расти тогда. Но почву тоже нужно готовить на самом деле. Понимаете? То есть, ну если брать уже о подготовке именно к духовной практике, то есть вот о чем вы спросили, мы сказали о книгах. Но у нас есть еще такой момент, как регулирующий принцип. То есть для того, чтобы заниматься духовной практикой, нужно научиться соблюдать, воздерживаться от четырех основных грехов нашего времени. Грехов Калиюги – это интоксикация, то есть одурманивающие средства, потом мясо, рыба, яйца. То есть вот вся убиенная пища, которая… Растения тоже убиваются, но растения имеют другой характер, последствия, скажем так. То есть вегетарианство, интоксикация, незаконный секс. То есть мы должны отказаться от Будды. То есть секс обычно – это в замужестве, да, или там в женитьбе. Вот, но тоже, если строго подходить к этому вопросу, то секс предназначен для зачатия детей. То есть для детей, которые будут впоследствии правильно воспитаны. Но это идеальная как бы схема, сейчас, наверное, мало где работает. Но так или иначе, хотя бы, чтобы люди знали, что этот принцип, он необходим. То есть вот этот вот блуд, который присутствует в этом мире, нужно от этого блуда отказаться. Вот, и азартные игры. То есть денежные махинации, азартные игры, все связанное, вот очень много людей подвержены этой болезни. То есть казино, там карты, это все, что вызывает азарт в живом существе, от этого нужно отказаться. Вот четыре основных вида греховной деятельности, от которых нужно до инициации отказаться. Потому что потом будет, ну, скажем, сложно очень, потому что будет одно из оскорблений святому имени совершаться. То есть надеяться, что святое имя освободит от всего этого и продолжать дальше грешить – это очень негативно, на самом деле. Вот, так что вот то, с чего нужно начинать. Махараджи, а если пока еще, допустим, до вегетарианства не дошло сознание, да, то есть, ну, или как бы на пути избавления вот от этого, то махамантра дается или все же лучше сейчас сначала познакомиться постепенно с литературой, с лекциями, а потом оно само по себе? Вы пока всем знакомьтесь и повторяйте так, как получается. Вот. Там утром проснулись, повторили несколько раз, там можете пять минут повторять, можете десять минут повторять, потом на отчетках научитесь повторять. Ну, просто главное что-то делать, ну, должно все постепенно, потом, ну, если вы будете серьезны и искренни в этом моменте, вам придет четкое понимание, что нужно, и вегетарианство нужно, и все остальное нужно. То есть, это не необходимая составляющая, потому что, ну, тогда разговор о духовной практике даже не будет, потому что мы будем, ну, сосредоточены на материальной действительности, которая, материальная действительность нам походится на четырех этих основных грехах, то есть, особенно век Калия, потому что Калия сейчас, он властвует. Калия Юга идет, и, соответственно, Калия, это его век, и он живет в этих четырех составляющих, в этих четырех грехах, там, где эти четыре греха совершаются, там Калия живет, там, где они не совершаются, он не может там найти место. Это отдельная история, когда Калия попросил прибежища у Махаража Перешита, и Махаража Перешит разрешил ему жить в этих четырех видах греховной деятельности. Вот, и также, ну, что бы хотелось, вот, с чего начать, чтобы у вас быстро шел какой-то прогресс, во-первых, научитесь всю пищу предлагать Господу, ну, на Лизом Сударе вас научат, может быть, там, сначала не по правилам, просто пища должна быть именно чистая, вегетарианская, вот, ее предлагать Господу, и потом, ну, как раньше, молились перед едой, то есть молиться перед едой, вам нужно научиться, и начать соблюдать икадыш, то есть, либо полностью в икадыше, такие два дня есть в месяце, либо полностью поститься в эти дни. Да, да, вчера был икадыш у нас, вот, но самое главное, это не есть в эти дни зернобобовые, зерно и бобы, потому что в эти дни в зернобобовые входит пап, воплощенный грех, этот пап, вот этот, ну, мы начинали с этого лекцию, что все происходит через ум, то есть, через мысли, вот это грехо, просто когда мы едим зернобобовые, в этот момент и греховные желания, они поселяются в нашем сердце и уме, и постепенно, постепенно во времени мы начинаем, ну, делать это, то есть, мы уходим от греха, от благочестивой и духовной жизни. Поэтому, попробуйте вот с этого начать, на самом деле, потому что книги, это, ну, это как некое знание, но они могут не лечь вам, если, ну, сознание недостаточно, ну, не готово к восприятию, недостаточно чисто, но вот эти практики, как вот, предложение пищи Господу икадыша, они могут вам очень быстро помочь очиститься, и также, ну, повторение махамантры, она тоже даст свой эффект. Вот, поэтому начните, действия очень простые, на самом деле, вот вообще ничего сложного нет, просто начните вот жить так и культивируйте себе вот это искреннее желание идти по этому пути. Просто интересуйтесь, вот, Алина там посоветовала вам кино, вот, посмотреть вот такие духовные, духовные фильмы, хотя не нужно их ставить в угловую угла, потому что, в конце концов, от них тоже нужно будет отказаться, от этих, от кино тоже. Вам нужно просто сейчас какое-то представление иметь, вот, то есть многие пришли просто через индийские фильмы, индийская реальность, она немножко другая, вот, и она базируется на ведах, вот, поэтому, если начнете, так сказать, подходить к этому постепенно, вы должны только помнить, что кино – это кино, а духовная реальность – это духовная реальность, вот, но оно даст свой эффект на каком-то этапе, поэтому пока можете. Можете. Я еще хотела спросить, я слушала ваше видео, вашу лекцию по видео, да, и вы там сказали о каком-то фильме, в котором вообще все рассказано за 24 минуты, вот, полностью, все, что происходит во Вселенной. Я не знаю, что это за фильм, как он называется. Это фильм снял Абадут Махарадж, вот наш Ачарья как раз, он называется «Путешествие йога», но, по-моему, не знаю, не знаю, насколько его выложили в интернете, потому что это вообще купольный фильм, он предназначен для круглого кинотеатра. То есть, когда там, ну, геонетр такой там, как он, ну, там, то есть, как в этом, как его, как называют, как планетарий, планетарий, то есть, это как в планетарии ложишься, вот, на кресло на особое, и, то есть, как будто ты там находишься. Они, мне кажется, нет, не делали фильм плоскоэкранный, я, ну, по крайней мере, не видел, не встречался, потому что сам несколько раз смотрел этот фильм, но у нас где сейчас показывают такие? В Лахте показывают. А, у нас в Лахте есть, в Лахте у нас есть, это в Питере. Если в Питере будете, вот, у нас там храм есть в Лахте, вот, приедете и сможете посмотреть. Это у нас главный храм в Питере, который Гурудев, так сказать, построил своим вдохновением, там, Виджараман Прабу, Авадут Махарадж, Сатья Сундра Прабу, все вот наши преданные. У меня, я набрала в интернете вчера, кто есть преданные здесь, общество преданных в Ейске, вот, ну, нашла там. Ну, это наше Исконовское объект. Да, и вот, и вот думаю, ходить теперь туда или нет смысла. Исконовцы, да, Исконовцы, это самая большая организация, потому что это Бахтизанда Славян Прабхупада, он в свое время, он тот, кто открыл вообще, ну, дорогу для всех, он популяризировал сознание Кришны. Вот, но Славян Прабхупада, когда уходил, он заповедовал своим ученикам, что если вы хотите, ну, дальше продолжать духовный путь, вы должны обратиться к Шишидару Махараджу, потому что он его считает тоже своим Шишигуру. Поэтому можете в Искон ходить, можете к нам ходить, это как бы ваше сердце должно вам подсказать. То есть, потому что, ну, в лице мы считаемся как двоюродные братья, скажем так, братья и сестры. То есть, у нас есть много общего, есть отличия, но, как вам сказать, каждый ищет свою семью. Если человек чувствует, что там его семья, он должен находиться там, то есть, где он чувствует. Потому что есть мусульманская семья, есть христианская семья. Внутри самого христианства и мусульманства огромное количество семей разных направлений, то есть, различное восприятие всего. То есть, чем больше численность людей, тем больше семей разных в одном направлении. А в айшнавизме их безгранично практически. Поэтому в Индии говорится, что Индия – это страна миллионов, миллиардов религий. То есть, потому что каждый человек – это своя религия. Но мы ищем, мы не пытаемся людей поменять, мы пытаемся найти единомышленников. То есть, свою семью пытаемся найти людей, которые точно мыслят в схожем состоянии. Нужно понять, что мы, на самом деле, не, как сказать, Шилсидар Махараж дала пример – птицы одного пира летают в одной стае. То есть, это относится к людям. То есть, люди, которые находятся в определенном умовозрении, мировосприятии, мировоззрении, они ищут людей таких же. Понимаете, чем дело. Поэтому в этом мире так много различных сообществ, различных групп, даже по профессиям. Там есть музыканты, есть художники, есть строители, есть бизнесмены, есть религиозные группы. Внутри религиозных групп огромное количество подгрупп. А в конце концов, ну, как мы придем, ячейка общества, понимаете, как семья – ячейка общества. Просто семьи бывают большие, маленькие. Ну, вот у нас семья, вот такая вот Гавинда Махараж, Лушидар Махараж, Абадут Махараж и другие наши учителя, которые нас воспитывают, которые ведут нас по пути. Я хотела еще сказать, что я с 2000 года ходила все время в храм. Вот, прямо вот постоянно. И там была, прямо, можно сказать, свой человек. И уборку там делала в храме, в христианском храме. Ну, как-то вот прямо и читала. Я постоянно читала вот эти вот Евангелия, Псалтир читала, вот, Апостолов, ну, в общем. А потом что-то вот в прошлом году, не знаю, в прошлом году что-то произошло, понимаете. Я почувствовала, что я, наверное, вот уже какой-то потолок для меня. Мне хочется уже, я поняла, что мне нужно развиваться дальше, а что-то мне не дает, не давало. Вот, и я перестала ходить практически в христианский храм. Ну, можно сказать, уже перестала, уже почти год. Я вот в каком-то таком состоянии, вот. И я, вот я чувствую, что мне надо что-то вот другое, немножко другое. Вот, и поэтому я поняла, что мне это было более близок. Потому что, когда я, вот, да-да-да. Вы продолжаете оказывать внутреннее почтение христианству и батюшкам, которые вас вдохновляли. Но вы в какой-то момент времени поймете, что вам просто нет времени. Но почтение должно все равно, уважение оставаться должно у вас. Потому что это часть вашего пути. Вот, и знакомьтесь дальше с ведами. Знакомьтесь, вы поймете, что просто каждый человек, он должен найти свой класс, скажем так, в каком он предназначен, находиться. Я просто понимала, что я, наверное, уже эту часть, вот эту часть пути просто прошла уже. И теперь мне как-то вот надо... Тесно. Да, тесно так я прошла. И я благодарна, конечно, Господу за то, что я все это смогла, что он меня привел в этот храм, что я смогла все это узнавать. Вот, это для моей души. Я тоже считаю, что очень-очень полезно было. И есть полезно. Вот, но вот мне теперь уже хочется что-то еще дополнительно, понимаете? Вот куда-то мне... Уже на другой путь, понимаете, как-то. Вы продолжаете свой поиск. Со временем вы поймете, что все взаимосвязано. Что эти пути, они... Ну, то есть эти реалии, они неотделимы друг от друга. Не христианство, не мусульманство, все это... Сознание Кришны, все это часть одного и того, одной и той же абсолютной истины. Но нужно понять, что, ну, скажем, с точки зрения образования и школа, и все классы, это, ну, имеют отношение к одной и той же школе, правильно? И аспирантура, там, скажем, да, или там университеты тоже часть образовательной программы. Поэтому нужно понять просто, где вы учитесь, скажем так, в первом классе, в средней школе, в университет поступили. То есть вы со временем увидите, просто... Пытаетесь повторять сейчас Харе Кришну Маха мантру, если вы уж соприкоснулись с этим, соприкоснулись, значит, ну, для чего-то это нужно. В Иисусовой... В христианстве тоже традиция повторения мантры. То есть у них Иисусова молитва. То есть они тоже практикуют практику, просто немножко в другом ракурсе. Ну, в зависимости от учителя, там, свои наставления. Но они очень почти идентичны, скажем так. Ну, если мы будем глубоко этот вопрос изучать, они требуют... Единственное, просто вы поймете, что в вайшнавизме больше развит личностный аспект. То есть Богу как личности уделяется самое главествующее положение. Потому что во многих традициях это может быть очень размыто. нету, ну, так сказать, концентрации на этом моменте. Понятно? А я хотела, знаете, что спросить? Я вчера слушала вашу беседу тоже с преданными. Там вот у вас был вопрос о предназначении. И никто не мог ответить о своем предназначении. Ну, вот я тоже думаю, а какое у меня предназначение? Не понимаю. А предназначение человека? У меня вот как личность какое предназначение? Это тупик какой-то. У меня нет понимания, какое у меня предназначение. И это как раз... Одна из целей нашего человеческого бытия, нашего человеческого существования, это найти свое подлинное предназначение. Подлинное может быть только духовным предназначением. Но оно в этом материальном мире может выразиться через какую-то деятельность. Ну, просто если мы не нашли вот этой своей связи с духовным, то есть мы не нашли свои взаимоотношения с Господом, все будет в той или иной степени ложным. Понимаете? Мы можем понять, что мы художники. Мы можем понять, что мы, скажем, бизнесмены. Или что мы доктора. Мы сможем до какой-то степени понять, но это может быть так оно и есть, скорее всего, причем. Но это нужно связать с центром. Потому что это все не должно быть связано с нами самими. То есть первое, что мы должны понять, что все, что здесь происходит, это предназначено не для нас. Хотя пока мы живем в этом мире, нам кажется, что все предназначено для нашего счастья и нашего удовольствия. Но вот это самая главная ошибка. Потому что в этом мире все предназначено для силы Господа. То есть для Его игры бесконечной. Его игра всегда творится. Поэтому все существует ради Его удовлетворения. И все мы предназначены тоже для Его удовлетворения. И вот если мы хотя бы теоретически поняли этот момент, то тогда мы будем делать то, что мы делали, но уже в другой категории. То есть для этого мы должны... То, о чем мы сегодня целый день, целое наше общение говорили, то есть очистить сознание от этих ложных желаний, семиминутных. Они потому что все ложные наши желания. Ложного самовосприятия. То есть мы должны понять... Наше восприятие, оно будет изменяться, когда мы будем идти по духовному пути. Это будет для нас очевидно. На самом деле, ну, духовная практика, она связана не с тем, что мы чего-то достигаем, к чему-то приходим. А она связана с тем, что мы понимаем, что это внутри нас все есть, изначально заложено. То есть мы, на самом деле, уже к чему-то предназначены. Вопрос только снятия невежества. То есть вот духовная практика, она занимается тем, что она не изменяет личность, она убирает невежество, восприятие. И человек, он начинает понимать, кто он есть на самом деле. И также он понимает, какие взаимоотношения у него с Богом и с остальными окружающими, живыми существами. Вот это первое предназначение, которое мы должны начать. Это первое действие. Если мы это выстроили, бросать ничего не нужно. Нужно заниматься тем, чем мы занимаемся. Опять же, мы не отрекаемся ни от чего. Мы пытаемся это все трансформировать. Очень многие думают, что духовная жизнь – это отречение. Убрать из своей жизни, перестать есть, пить, уйти в монастырь, в пустыню. Но это очень для редких людей. Это, скажем, предназначение быть монахом. Ну, не может быть такого, чтобы у всех было предназначение быть монахами или монашками. Это очень редкая категория людей, на самом деле, которые хотят вот так именно. Большинство людей, ну, будет все равно какой-то… Просто вопрос – изменить вектор сознания не для себя, а для удовлетворения Господа. Но это не всегда, не для всех просто. Хотя для простых людей это просто становится. То есть, если мы простые, так искренне, простосердечны, наш Гурдеф обычно очень часто об этом это подчеркивает, что для простых людей духовная жизнь, она очень проста. Но вот, когда мы пытаемся компромиссы какие-то сделать, что вот, может быть, и для нас какая-то жизнь тут должна быть, и там это вот, и там немножко, как Господь говорил, и Господу, и Мамоне, когда все это, тогда очень сложно все становится. Потому что эти вещи, они духовные, материальные, оно прямо противоположно направлено. А еще, знаете, что хотелось спросить? Вот есть у христиан такое, что не упоминать Господа в суе, а вот тут, наоборот, постоянно можно с Господом. Что-то делаешь ты для Господа? То есть ты постоянно должен быть с Господом. Суе, это когда, знаете, вот мы хотим удовлетворить свои чувства, и мы призываем Господа. То есть мы суетимся в этом мире и призываем к этому еще Господа. Ну, то есть мы хотим наслаждаться каким-то образом и говорим, Господь, я вот хочу вот это, приди ко мне, помоги мне вот здесь наслаждаться. Это называется в суе. Призывать имя Господа для служения Господу, для общения с ним, это не в суе, это наоборот, это конкретная цель, потому что христиане, они тоже повторяют Иисусову молитву постоянно. Но настоящие христиане, они постоянно молятся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй меня грешного. У них обычно такая вот молитва. То есть они эту молитву точно так же четко повторяют, как и кришнаиты, как и мусульмане. Ну, определенная звуковая формула. Вот сначала это, ну, в какой-то степени это происходит как очищение, то есть душа на каком-то этапе она очищается, на начальном этапе очищается. Потом она переходит к общению. И мы в действительности должны до самого начала пытаться не произносить эти мантры в суе. То есть для удовлетворения одно из оскорблений святого имени сохранять материальные привязанности, несмотря на то, что мы соприкоснулись с этой духовной практикой и получили многочисленное наставление в связи с этим. Очень много вопросов всегда возникает, когда я ваши лекции слушаю, там какие-то беседы. Очень много вопросов. Но как-то это все потом раз и потеряем. Ну, вы записываете. Да, записываете. И потом вот будем встречаться там по четвергам и общаться. С удовольствием. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Прекрес. Так, ну что, на этом мы, наверное, будем закрываться. Да, уже почти полтора часа у нас, как обычно, у нас как тоже традиция полтора часа. Да, спасибо, Хрюшкеш Махарадж, за ценное наставление. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Арии Кришна. Аджа Асхилага. Спасибо. Закрывайте программу. Хорошо. Спасибо большое, дорогие Бриды, что были с нами. Включаете камеры. Очень счастливы. До следующего четверга. Спасибо. 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 Спасибо.